Пам-пам. Привет, я Руслан Усачев и сегодня я вам расскажу о самых интересных событиях, которые произошли в России и в мире за последнее время. Но сначала спонсор, а спонсор сегодняшней программы это свободное время. Его можно тратить на то, чтобы записывать бесполезные ролики для интернета, а можно сыграть песню LMFO на бутылках. В любом случае это лучше, чем ягуар по подворотням пить. Первая новость, она будет связана с Тимати. Да, получается, что я вторую неделю подряд говорю о нем. Ну, что поделать, извините. Все дело в том, что твиттер-срач Тимати против Киркорова получил свое продолжение. Рэпер записал специальный клип. Клип «Давай, до свидания, офишл», потому что все круче со словом офишл в названии. Тут Тимати, рэпер Асте, их старшие товарищи, я просто больше никого не знаю по именам. Они отдыхают, читают рэп, весело им. Все действие, судя по аудитории, происходит в одном из элитных ресторанов торгового комплекса «Европейский». Смысл всего этого 7-минутного ролика сводится к тому, что Киркоров гей. Нитью обвинения в гомосексуализме связаны все выступления местах поэтов. Помимо этого, конечно, упоминается «Давай, до свидания», «100500», «Азиш». Шоу-бизнес называется говном, то есть 100% это вирусный ролик, и неудивительно, что за первые сутки он собрал полтора миллиона просмотров. Но я думаю, что основной причиной успеха ролика стало не то, что высмеивается шоу-бизнес, не то, что упоминаются разные интернет-мемы. Просто это единственная песня Тимати, где он не хвалится, как он дофига богатый, и не упоминается ни один дорогой европейский курорт. Это сенсационно. Мне интересны ответные шаги Киркорова. То есть, возможно, он запишет дуэт с девочкой, которая опасная, как ультрафиолет. Хотя, скорее, сделает ремейк. Тем временем, премию Мустэ Вэй, за которой эти два молодца так активно срутся, она закрыта. Но остались открытыми многие другие вопросы. Где теперь будет выступать Тимур Родригес? Где будут получать награды никому не нужные и неизвестные исполнители? Можно долго обсуждать, закрыли премию за скандал от Тимати с Киркоровым, или сам скандал был искусственно создан, чтобы эффектнее закрыть премию, или просто ее создатели решили уйти на пике. Чертого солнца бьет мне в глаза, но я все равно хочу сказать, что премия Мустэ Вэй проводилась последние 10 лет. И за эти последние 10 лет каждый год она эффективно и упорно доказывала, что является ублюдским совковым говном. В нее вкачивались какие-то бешеные деньги, и она как злокачественная опухоль только в масштабах росла, при этом качественно совершенно не улучшалась. И в завершении новости небольшой интерактив. Напишите в комментариях, от чего вас тянет блевать сильнее. От песни «Ной за МС» из окна, которую исполняют певица Максима, вот та хат-хат-хат из группы «Винтаж». Или от этого. В любом случае, премия Мустэ Вэй давай до свидания. Хай-тек новость для людей, которые очень любят переплачивать за надкусанное яблоко на их технике. Прошла очередная конференция Apple, они показали новую версию мобильной операционной системы, и, как обычно, ничего принципиально нового там и не было. А помните, у нас был такой компьютерный помощник Siri на iPhone? Так вот, теперь он будет на iPad. Уху! Надо же, до чего техника дошла. Вообще, мне кажется, стало понятно концепции развития Apple на ближайшее время. Помните, раньше, там, в 2007, когда они показывали первую версию iPhone, они потом в него постепенно добавляли функции, которые уже давно были в других телефонах. Чуть раньше в этом году был iPad 3, теперь новый ноутбук, и они дают понять, что поочередно во все свои девайсы будут вставлять дисплей Retina. Это дисплей, в котором супер-супер много пикселей. Так много, что даже фильм в разрешении Full HD не сможет их все задействовать. То есть, по сути, это бесполезно. То есть, в ближайшее время функциональное преимущество этого экрана никак не ощутить. Но не в этом суть. Суть в том, чтобы вы ощутили свое преимущество над всеми родственниками и знакомыми, перед которыми будете хвастаться новым ноутбуком от Apple. А касательно Siri, она выучила несколько новых языков, куда русский не входит. Напрашивается единственно верный вывод, что Apple ненавидит Россию. А значит, все, кто пользуются техникой Apple, не патриоты и предатели. Логично. Прошел второй марш миллионов. Ну как миллионов? Миллиончика. С одной стороны, погода не сдалась. Поговаривают, что не случайно. Лидеры оппозиции не смогли прийти. Поговаривают, что не случайно. Короче, никакого махаща не получилось. Никого асфальта не закидывали, как-то либо молотого не швыряли. Даже ни одной машины не перевернули, витрин не разбили. Сразу становится очевидным отставание России от цивилизованной Европы с ее многолетней традицией уличных бунтов по любому поводу. Например, футбол. Отличный повод бить морды. Как раз проходит Евро-2012, там отличные олдскульные беспорядки. Там полиция стреляет. Резинными пулями, но стреляет. Водометы, слезоточивый газ. Классика. А все дело в том, что перед матчем Россия-Польша, болельщики двух команд решили выяснить отношения. Забавно, что драка закончилась так же, как и матч. Ничем. В смысле ничьей. Одна из польских газет уже разместилась на Фейсбуке официальное извинение перед россиянами за то, что польские болельщики напали на них, мол, простите наших идиотов. И они абсолютно правы. Очень обидно, когда образ целой страны, целой нации страдает из-за кучи каких-то бухих уродов. И совершенно неважно, где эти уроды себя проявляют. У стадионов Евро-2012 или в отелях на побережье Турции. Сам я никаких сильных эмоций по отношению к футболу не испытываю. Поэтому за всеми этими событиями облюдаюсь тем же выражением лица, что и Тимбелэнд в еще одном новом клипе Тимати. Я имею в виду выражение лица, я бы сейчас предпочел быть в каком-нибудь другом месте, но что поделать, такая работа. В любом случае, я надеюсь, что в дальнейшем все самые интересные события Евро-2012 будут происходить на футбольных полях, а не за их границами. Это были все новости на сегодня. С вами был я, Руслан Усачев. Подписывайтесь на канал. Спасибо, Ева. Вступайте в мою группу ВКонтакте, в Твиттере подписывайтесь. Дайте вообще, что хотите, делайте. Вы свободные люди. Пока. Давай, до свидания.